В Самаре стартовала управленческая сессия для руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества». В областной столице собрались представители всех субъектов России. В течение трех дней участники крупного семинара подведут итоги работы, обменяются опытом и лучшими практиками в сфере оказания социальной поддержки ветеранам СВО и членам их семей. Это всегда общение прежде всего, это новые знания, это обмен опытом. И, как правило, после таких совещаний что-то привозишь себе для того, чтобы реализовать фонды у себя в филиале непосредственно. Руководителей филиалов госфонда от лица главы региона поприветствовал Александр Фетисов. Для региональных властей нет более важной задачи, чем заботиться о тех людях и о тех семьях, которые сегодня находятся буквально на передовой. Фонд «Защитники Отечества» был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Филиалы в регионах страны начали свою работу 1 июня прошлого года. Основная задача – оказание комплексной поддержки и персональное сопровождение семей погибших бойцов и ветеранов. В Самарской области они вне очереди получают высокотехнологичную медицинскую помощь, проходят реабилитацию. Около 1084 человек уже получили соответствующую помощь. Также в регионе есть уникальная база протезирования. Более 40 инвалидов СВО обеспечены протезами. В нашем регионе есть свой опыт, который мы обязательно передадим нашим коллегам. И нам, конечно, будет очень важно поучиться у других субъектов, перенять те лучшие практики для помощи и поддержки нашим военнослужащим. Сейчас в Самарском филиале работают более 40 социальных координаторов, в их числе ветераны СВО, их мамы и жены. Они, как никто другой, знают, как помочь тем, кто сражался в боях, а теперь возвращаются к прежней жизни. За все время работы в Самарский филиал поступило 24 тысячи запросов на оказание помощи. Все они находят поддержку. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский, События.